Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И на воскресенье, на 1 сентября, надо расписать всех наших, кто туда идет, посмотреть, чтобы ни одна школа не осталась без внимания. И, Елисон, вы с Казаковым еще раз поговорите, и надо понять, то ли Ясякова попросим его забрать и отвезти, то ли Хачанатов. Он, если подтверждает свою езду, готовность к нам приехать, то мы сейчас будем договариваться, кто из собой заберет. Чтобы машину не гонять. Чтобы машину не гонять. Все, присаживайся. Продолжение следует... Из них 36 обращений поступили в 2018 году и 68 обращений в 2019. Из 36 обращений 2018 года, находящихся в дополнительном контроле, по 13 обращений меры будут приниматься в 2020 году, по 23 обращениям в течение 2019 года. А из обращений, поступившихся в ходе проведения прямой линии губернатора президентской области, на дополнительном контроле остается 5 обращений. Сроки исполнения этих обращений перенесены на ноябрь 2020 года. В течение прошедшей недели было снято одно обращение, которое находилось на дополнительном контроле. У нас промежуточный ответ не зависит? Нет. Хорошо. Все? Хорошо. Присаживайся. Ваенгель, пожалуйста. Добрый день, Василий, коллега. Неделя прошедшей была относительно спокойная. В частности, наличие утечки, как и при прибаваренной ситуации. Значит, одну утечку в плановом порядке сохранил гидроможных рук на реквизу, в принципе, Левского и Дарна, на теплотрассе. Значит, в городе в полосе теплановой порядке ведет работа подготовки к вторичному сезону на источник тепла 6-ти. Значит, по горной, то есть, было два аварийных отключения, но это все, значит, результаты повреждений. Значит, одно повреждение на различие проведутся именно работа по оплате теплотрассы. И второе, значит, по там же, на Чкалово, при разводке трубой или воздушной линии, все восстановили. Значит, водоканала без аварийных ситуаций прошла неделя. Сегодня будут проводиться работы по ремонту водохода по улице Фенинска и Павловская. 500 мм. цианитровый течка выходных произошла. Значит, по капремонту многоквартирного жилья есть задержки с выполнением работы по жилому дому Скипонской, 74. Мы с участием подрядчика выйдем туда на клюшу, посмотрим, как это надо делать. Хорошо, как я, только самое, как по прошлому дому Белинску стоит делать. Опять задержка. Значит, часть ремонта теплотрассы, теплотрассы и ул. Чкалово. Земные работы практически завершены. Идет смонтаж, чтобы попробовать. Значит, смотрите, задержка с поставкой сверховного компенсатора. Сегодня с вами, я могу созвонить, после планировки доложим. Значит, по улице Радищева также земные работы завершаются. Значит, идет сработа по демонтажу старые рубы. Значит, по проводу пока не завезены, но вот что мы поставим сегодня заодно. Значит, и сегодня пройдемся там по обоим участкам. Проблемы на вопрос. Есть претензии к там, подплате петляров, коммуникации, достигающих связей. И горы, то есть, определились. Значит, разметка в городе наносится по второму аукциону. Вторичный, до 1 сентября, как мы обещали. Значит, по центральной части города, значит, завершается работа по устройству сквера, где у нас каменная часть и любви. Значит, асфальтированный топковаром завершено практически. Каркас доски подчеркнут установлен, значит, укладывается на товарный пинок на площадке поддостной. Значит, сегодня пятница привезут опоры светильников, которые сквером останавливаются сегодня, начнется монтаж. Уже замененные опоры, у нас здесь штуки. И пятница привезут 36 светильников, которые монтироваться на опорах. Значит, по улице Белинского пешеходная зона прилета полностью все работают. Это недостатки современные, значит, и документы сданы на оплату управления Шкопинецкого. Уже в улице Телеха-Маладин ведутся работы по демонтажу стороной бордюрного камня, плитков по троежьей части. Значит, на этой неделе завтра, сказали, приступят к работе по установке бордюрного камня. Значит, и хочу привести до сведения, действующих, что ты же знаешь, что первая программа новая по благоустройству мест уэнских захоронений. Город Кузнецкого эта программа включился с объектом полу-малинской славы. Значит, чай денежных средств мы должны ослабить в этом году. Значит, сейчас готовим документы на... Ну, расчеты практически завершены. Сегодня с проектом мы созвонимся по ремонту асфальтового покрытия на верхней площадке. И все. Все понятно. Значит, Илья Борисович, там небольшие деньги надо проплатить нашу долю за ДВА-Милинского. Там около 80 тысяч, что оплачено? 88 тысяч, да. Оплачено? Да. Все тогда. То есть он за этот объект запрет. Она в Криканово начала вообще делать? Демонтаж пока. Здравствуйте. Ну, все. Присаживайтесь. Так, Алексей, кстати. Добрый день. За прошедшую неделю за нарушение правил обоустройства было выполнено 30 лет предписаний. Все предписания часто предполагаются в Унборг, Батвы, и это, в принципе, в главной территории. Это улица Кирова, Чхалова, Пабричная. Также выгнали в Унборг, Унборг, предписания Чхалова, Семьстадей, на закрытых крышках выездового колодца на прежней части Аруси. Предписание выполнено. Два предписания выданы на очистку кольмого гражданства от травы по Унц-Октябрьской. Предписание также выполнено. Торговые предприятия будут доделаться предписать на наведение порядка в играющих территориях, как кокосы, стречка кустанов, по уборкам кулуса. 17 предписаний выданы предприятиям и организации на наведение порядка в городских и подвижающих территориях. Также выдают два предписания для проведения порядка местопроизводственных работ. Умировка этой домашнейшей группы улицы Каима, Молодой Владимир Далина и одно предписание водоканал из Чехова. При проверке выданных предписаний выполнен президент ПАКОС, президент Косметический ремонт торговых киосков по улице Клининского. Это подразка одной круглитражей напротив, где управление образованием киоски. Скошен траван на земельном участке по улице Кирова, 265. Выкрашены металлические столбы на автостоянии ТЦ Солнечный. Вырублены порции с обочин в районе части Муниципелевского Московская. Приведена порядка территории железнодорожных путей по улице Клининского. Скошен траван на территории ТСЖ, Минская, 6. Убраны порции с боковых сторон в Тюрьмахово и Стекловске. Также скошен траван на территории у магазина Салатка. Приведен покос травы, если кустами на прилегающих территориях дома Гагарин-31, находящихся в обслуживании в УЖУ, 5. Также покошен траван на прилегающие территории КУС по улице Келетико. Также покошен траван на заборах посадок торгового центра Тресталка, который у вас по улице Келетико. Убраны порции, кто при главном счете дома Гагарин-31. Скошен траван на прилегающие территории, 17-й школу Суниципелевского. И есть проблемный дом. Сейчас готовятся документы. У него нет права до 111. Есть хозяин, который приводит дом владения в порядок. Сейчас готовят документы, чтобы через сутки привлечь. И Сергей Савчич, есть участок, который тоже проблемный, но я не знаю, что с ним сделать. Это участок, вот здесь, вот, перекресток, рабочий Тресталка, рабочий Трест-35. Хозяин известия находится в педе. Неоднократно я с ним созванивался. Участник заросит травой. Он все обещает, а не спалит. Надо с ним устно или письменно разговаривать. А я с ним разговариваю по телефону. У меня нет его адреса. У меня только цифры, цифры по соту и картина от него. Участник, в частных плате. Давай вместе поговорим с ним. Значит, за тобой подготовку к среде, для вас, для вас, для вас, для вас, для вас, для вас, для вас. Вот, должно быть все красиво. Потом, значит, ликвидацию последствий раскопок, смотри, просто напротив 16-й школы Нобелинского, кто-то там что-то долбил. Это электросети. Надо доделать. Что там? Кирпича на кипалку положить. Там доделать надо. И посмотрите еще раз, как-то Борисова там может какие-то, значит, с каждой части получить информацию какую-то. Подход к школам. Подход к школам 1 сентября все должно начаться. Что можно сделать, значит, надо сделать. Все, присаживаем. За прошлую неделю был подготовлен один договор о ренде земельного участка для размещения гаража. Включено соглашение о переспределении земель и индивидуально-жилищное строительство. Продолжается прием заявок на участие в аукционе. Подключение договора о ренде земельного участка Алексейский шоссе 9, Алексейский шоссе 21. К нам обратилось 25 граждан по вопросу о управлении земельных участков, а 11 граждан для оплаты задолженности по ренде платы по заключенным договорам. Направили 33 претензии, взыскание задолженности по ренде плати на учреждение суммы 47 432 рубля. Объявлено продажа посредством публичного предложения 51% акций акционерного общества в городе Тросеть. Прием заявок 24 августа по 18 сентября. Начальная цена продажа 168 508 080 рублей. Аукцион назначен на 25 сентября. Я принял на аукцион по продаже 51% акционерного питала общества граничного ответственности в центре финансовых платежей. Начальная цена продажи 6 663 000 рублей. Прием заявок 24 августа по 18 сентября. Аукцион также назначен на 25 сентября. Я ставил вам задачу с березиной квартирами заняться муниципальными, с большими долгами, что-то делается. Мы собрали сведения о наиболее крупных квартирах, их 21, подготовленные на вашей служебной записке соответствующую. Надо начинать предупреждать, что там суду, что давайте, так далее, да? Сейчас изучили практику, она обширна, там порядка 400 решений есть по выселению. С администрацией будем готовить, потому что комитет токийского извлений не принято. Вы коллективом на троих работаете, с юристами, давайте заниматься. Стоят 2-3 комнатные большие квартиры с большими долгами. Люди не занимаются ими. Может, они живут, приводят их в захламленное состояние, к отключению коммуникации, за неуплату. Можно все это дело привести в порядок и дать добросовестным пользователям, тем, которые нужно убирать, пускай переселим их в общежитие и так далее. Может, там справляться будут с нагрузкой. Тоже вариант решения проблем наших. Присаживайтесь. Значит, поторгам поддержим их в общежитие. Работа на этой неделе – это единственные дороги, вывоз 50 тонн смета, замена ограждения на путепроводе по Стекловской, поднятие штампов деревьевых 500 штук произведения, погрузка и вывоз мусора – 95 кубов. Так что, замена ламп – 8 штук и 1 сетей. Поступило заявление от граждан на замену ламп – это 25 штук, грейдерами – 3 штук, собаки – 3 изъявления и покос травы. От собак на ремонтах? Да, да. Причем, я делал случаи, когда собак на ремонтах подъезде уже стерилизованы, просто попробовать ловить у нас неслога. Произведено размещение на вывоз мусора с центрального и восточного вкладчика на сумму 150 тысяч. Значит, по благоустройству в центре города, как и говорились, потихонечку начинайте с подрядчиком решать вопрос, очищать площадь. Пускай он убирает отсюда строительные свои запасы, на новую площадку переходит здесь, надо готовить площадь чистовую. И у меня возникли вопросы по, значит, где у нас оканчивается граница благоустройства, начинается то, к чему еще пока, так сказать, неблагоустроим. Вот здесь вот на Стекловской прям такой у нас бугор получается, да? Вот со Стекловской, когда… На тротуаре ничего не закончили, должно быть сделать. Потом на Комсомольской, там, где около Дома пионеров, тоже бугор. Там что-то надо подумать, это может быть не их с вероответствием. Вместе с Никаемом. Но надо сделать, чтобы там не… По полметра не шагать. Вот. Давайте, значит, каждый день заниматься вот этим проектом. Садись. Так, график, вопросы? Нет. Молодец. Занись, пожалуйста. На тротуаре Сергеевич. Вопросов нет. Работаем в штабном режиме, отрабатываем маршрут. Понятно. Так вы зашли все-таки на площадку правдива? Ну, на скайп туда, не пускают. Плохо просили. Да. Плохо просили. Плохо просили. Кусок, который можно было заработать, не смогли. Ну, подобраться. Ладно, пусть предприниматель сам решает свой вопрос. Будем смотреть. Садись. То, что касается бывшего 59-го завода, это на особом контроле у гибернатора, значит, и у нас должно быть. Поэтому заранее, вот сейчас мы немножко уже там потренировались по кадровому обеспечению. Здесь нужно заранее решать вопрос, чтобы у нас не было затыка со вторым производством по кадровому обеспечению. Берем штатное расписание, смотрим, какие там варианты, какие зарплаты будут. И заранее надо разгонять информацию. Так, пенсионные фондики, какие новости у нас. Предстоящие это начало учебного года. Начало учебного года. Во-первых, сейчас уже идет месячник безопасности детям на дороге, то есть месячник безопасности дороги на движении. Надо тоже, вот мы с полицией разговаривали, вот прямо с первых дней, чтобы отдел пропаганды, там, нашего ГИДД, там, сотрудники прошли, немножечко там детям знания по безопасности обновили. Вот, чтобы мы тут без потерь пошли. Потом, значит, новый учебный год. У нас есть дети, которые находятся по состоянию здоровья, у нас на домашнем обучении. Инвалиды. Вот, Лариса, на отдельный контроль каждого ребенка. Если есть такая возможность привезти ребенка, привезти на машине как-то и так далее, значит, там, вплоть до того, что я свою машину дам, значит, на 1 сентября вот детей в школы этих по максимуму надо, чтобы они среди своих сверстников побыли, атмосферу праздника и так далее. И сам процесс обучения возьмите на контроль, чтобы они не были оторваны от детей, от коллектива и так далее, даже если на домашнем обучении. И там есть дети, которые, так сказать, к ним, может быть, больше внимания. Вот, ко мне приходила мама и бабушка Сумбаев, Артем, с 8-й школы. Ну, как говорят, значит, у него там есть определенные способности, по математике, в точных науках и так далее. Может быть, с ним там дополнительно позаниматься, кто знает. Мы там с курткой что-то решаем? С курткой решаем? Значит, надо... На бассейн все будет. Да, надо просыкать. Ну, значит, на контроле мне доложат. Там стол они еще просили, стол я нашел. Стол дадим. Стол дадим. Вот, поэтому вот этих детей на особый контроль, чтобы они не были у нас брошены. Но при этом у нас есть и кто на домашнем обучении, по другим соображениям. Вот, их надо сейчас посмотреть, кто они, что они, и поработать с родителями. И, значит, имея в виду, что этот год у нас будет проходить под знаком приближающегося юбилея Победы, 75-летия Победы. Соответственно, вот эти мероприятия должны быть как-то спланированы и планомерно идти. И сейчас, как вы знаете, и в масштабах страны, там, значит, и салюты проводятся, и так далее, и так далее. Нам тоже есть что сделать, что рассказать, наверное, и какие-то мероприятия тоже можно спланировать. И еще один момент – это вот экологическое воспитание. Значит, надо территории школ, особенно вот большие территории есть, ну, даже есть, пускай они большие, посмотреть где-то по оселенению поработать. В школах самих должно быть тоже, там, какие-то живые уголки в виде, там, цветников и так далее. И в классах, наверное, будет приветствоваться, если цветочки будут. Подумайте над этим, чтобы все это дело у нас шло активно. Значит, мы по этой самой, по акции подарить этим радость, что у нас, какие результаты. Мы всех там охватили? Да, всех хотели. Ну, как всех там, некоторые мамы там не явились, я знаю, такое. Так мы с ними, такие мамы, а дети-то не виноваты, надо, значит, не выйти. Так сегодня всем отвезем. Вот, развезите, и так, чтобы оно дошло до потребителя, скажем так, не до нерадивой мамы или папы. Значит, мы в доску на КЗК когда вешали? Там еще нет даты у нас? 3 сентября. 3 сентября. Договорились с родственниками, да? Да, да. То есть надо так график запланировать все это. Да, на следующий неделю. Ну и надо подумать еще, какие у нас есть варианты, там, по выковечению, там, земляков или людей, имеющих отношение, значит, к нашему городу. И вот та же 4-я школа, она знает о том, что и где-то написано, что человек, бывший ректором МГУ, героин социалистического труда, академик Мугунов, что он окончил 4-ю школу города Кузнецка. Но больше мы про это ничего не знаем. Как он к нам попал, где жил, в чем учился, какие связи у него. Надо поизучать, может быть, это тоже все-таки такой первый вуз страны, да, человек выдающийся был. Посмотреть, может быть, тоже этот вариант приемлем для нас. И напоминаю, что, значит, 3-е сентября – это день памяти жертвы борьбы с терроризмом, это вот исландский историк. Эти мероприятия тоже надо спланировать по школам и провести. Мы по переселению соотечественников работаем. У нас какие-то результаты есть? Мы здесь сейчас уже прошу переселить на ночь, поэтому мы включили Кузнецкую. Поэтому нам возможно присылать первым интервью, он выбрал списки людей, порядка 20 человек, которые у них стоят в общих. Мы с ними едем работать. Ну вот нам присылают практически каждую неделю с области вот эти резервы. Мы работаем с ними, да. Ну, пока нет. Зачем, я понимаю, что Кузнецк, включение практически во второй половине года, а нормативка дают с нами, 20-е человек должны приселить. То есть пока у нас обработаны три земли, а те, что присылают, они уже идут в другие районы. Да, их идет много, но на конкретном выборе в городе Кузнецк только три человека. Ну, понятно. Значит, давайте так ежемесячно вот ко мне сходить и докладывать, как у нас дела идут. То есть мы работаем по заявлениям. То есть ни одного заявления взрослого-то не должно быть. С каждым надо отработать, посмотреть, действительно что-то решить. Так, у нас по 10-й школе что происходит? У нас так не выходит электронный подпись. Сегодня еще раз посадают в Кенг. Все программисты работают в казначействе, и наши программисты в бухгалтере. Кенг почему-то не пропускает в длинную 10-ю школу. Следили три подпись электронных на прошлой неделе. Два детских сада восстановились, 10-я школа сегодня еще раз попытка восстановилась. И из-за этого мы не можем восторговаться. В следующий на детском саду. Понятно. Дима? Да. Что скажешь по этому вопросу? Узнаем, если мы решили. Вникни, пожалуйста, в чем вопрос. Тяжелая ситуация, хотя надо бы все отторговать и все-таки решить вопрос по ремонту. Так, а по 9-й школе нет новостей? А до 5-го сентября? Понятно. Значит, завтра, завтра, завтра включение в детской больнице МЧС вместе с Кичатом там поучаствовать. Там будут привлекаться наши коммунальщики. Курси нет? Водоканалов будет, наверное, привлекаться. Электрики и так далее. Там приедут представители с области, поэтому должно быть все как получится. Так, и, значит, Иван Александрович, вместе с Климом, вот я обращаю внимание, это и плесо надо подключать, и образование. У нас целый куст сейчас, всплеск вот таких вот неприятных заболеваний. Тут дизентерию поймал товарищ, у нас 14 лет. А это такая штука, которая, так понимаю, только начни, разойдется. Надо установить, где он, что он и так далее. Потом там ГЛПС, значит, в нескольких фактах у нас тоже профилактику надо проводить. Рассказывают. Бриллиоз там, товарищ поймался через Клеща. Клеща снял, а в больницу не обратился. То есть вот эту профилактику, пропаганду надо. Если Клеща поймал, сходи в больницу, проверься, пройди профилактическое лечение. Иначе потом это... Судя по всему, Клеща поймал на Карпатах где-то там, то есть рядом с Божьим. Давайте вот эти моменты, тем более сейчас пойдет школа, ребятишки будут вместе тучить, где-то что-то поймает и будем потом проблемы иметь. Не упускайте эту работу. Значит, у нас очень напряженные две недели предстоят. Вот вы видели, сегодня план зачитали, да, так практически каждый день какие-то мероприятия там и губернатор у нас будет, и комиссия областная, значит, по налогам и сборам проводиться будут и наши тут мероприятия, и учения всякие и так далее. Дальше там начнется учебный год, второго-третьего мероприятия у нас потом там выборы, значит, надо будет караулить. Поэтому я прошу две недели, значит, включиться по полной. Включиться по полной, чтобы у нас все мероприятия прошли качественно, ничего не сорвать. Объявления, вопросы какие есть?